Я бы просил всех присутствующих обратить внимание на то, что у нас в сфере сбора мусора сложилась сегодня критическая ситуация в краевом центре и его окрестностях. Дело в том, что у нас единственный сегодня легальный полигон, где можно захоранивать мусор, это автоспецбаза. И вот я получил ответ Росприроснадзора, что там выявлены все мыслимые и немыслимые нарушения, и ставится вопрос о том, чтобы работу этого полигона прекратить. То есть фактически что у нас произошло? Правительство края обманом выманило предприятия у Красноярского муниципалитета, обещало 500 миллионов инвестиций, полмиллиарда. В итоге инвестиций никаких нет, сортировки на полигоне нет, то есть захораниваются те отходы, которые вообще нельзя даже по закону там сегодня хоронить. То есть полигон, который мог работать 10 лет, за два года забили под завязку, и еще за это надзорные органы, получается, краевое акционерное общество штрафуют. А мы везде в новостях смотрим, как у нас пиарится левобережный оператор, что он отсортировал за год 100 тонн мусора, то есть там сколько это, 5, наверное, грузовиков, а должен сортировать 20 тысяч тонн. Ну, даже это только пластика 20 тысяч. Мусора, получается, 200 даже тысяч тонн должен отсортировать, то есть 70-80% от объема, который он собрал. А люди за это все продолжают платить. Включен вот этот элемент сортировки, а министерство делает вид, что все нормально, то есть люди платят полную стоимость, сортировки никакой нет, полигон забит, штрафы начисляются, Росприроднадзор выходит в суд, но тогда надо либо снизить тариф, хотя бы для левого берега и Емельяновского района, либо заставить рекоператора возить это все сортировать на правобережный полигон. Как я понимаю, технически это возможно справа на левый берег, по крайней мере, 4 моста у нас точно есть. Но, к сожалению, у нас министр, вместо того, чтобы вот на эту проблему обратить внимание, он у нас поехал первым делом, как только его утвердили, на алюминиевый завод рассказывать, как там все хорошо. Честно говоря, первый раз такой поступок у нас совершает министр экологии. А в итоге, как у нас в полиции принято говорить, вот эти вот товарищи мусорщики, они просто себя ведут дерзко. То есть они людей запугивают какими-то письмами в стиле коллекторов. Они, представители прокуратуры, просто даже не пускают на полигон проводить проверки. Они простили 400 тысяч неустойки. Выделенные для выступления соблюдать. Спасибо. Вот-то какой. Я прошу, до правительства у меня надежды никакой нет, раз они все допустили. Ну, хотя бы прокуратуру прошу сегодня тщательно заняться тарифами на жилищные и коммунальные услуги. Проанализировать, потому что фактически мусорная реформа на территории края у нас провалена. Услуга не оказывается. Все жители заложники этой ситуации. Правительство молчит. Ну, и коллеги наши, как я понимаю, тоже предпочитают больше заниматься экологией отдельно взятого города, чем теми проблемами, которые у нас под носом сегодня возникли. Субтитры создавал DimaTorzok